С 1 января 2019 года Россия полностью перейдет на цифровое эфирное вещание. После этого произойдет отключение аналогового телевидения. Об этом сообщают все СМИ страны. Однако у многих эта новость вызывает недоумение и недопонимание. Что же происходит на самом деле, нам поможет разобраться директор направления кабельного телевидения компании Уфанет Андрей Урлин. Андрей, первый вопрос. Как это коснется абонентов кабельной сети Уфанет? Абсолютно никак не коснется. Наши абоненты сейчас смотрят в своих телевизорах и аналоговое, кабельное телевидение, и цифровое. И все так и останется. Не нужно не будет покупать никаких дополнительных устройств, не менять телевизоры. Все будет в порядке. Сейчас все СМИ, как я уже сказала вначале, говорят об этом, муссируют эту новость. И у населения такая своеобразная волна паники появляется. Насколько эта паника оправдана? И может быть вы объясните, что же на самом деле происходит? Давайте разбираться, потому что здесь, скорее всего, неразбериха произошла. Вот в России существует три основных вида телевидения. Кабельное телевидение, которое вот компанию Уфанет предоставляет, предположим. Спутниковое телевидение, оно бывает только цифровым. И ни кабельного, ни спутникового этот вопрос не касается, который мы обсуждаем. И так называемое эфирное телевидение. Это то телевидение, которое вы можете принять на свою какую-то комнатную антенну, которую вы приобрели. Или на антенну коллективную, которая стоит на крыше дома и так далее. Вопрос касается именно эфирного телевидения, которое распространяется по воздуху. Оно бывает двух видов на сегодня. Аналоговое и цифровое. Цифровое относительно недавно запущено. И как бы это такое новое направление в этой области. А вот аналоговое, ему очень много лет. И в принципе, закономерно, что наши законодатели решили прекратить поддержку этого телевидения. И вот с 2019 года, насколько я знаю, оно будет прекращено. То есть люди, которые на сегодня смотрят аналоговое эфирное телевидение с помощью комнатной или коллективной антенны, действительно, они с какого-то момента не увидят это телевидение. И им потребуется либо заменить телевизор на современный, который примет цифровое телевидение, эфирное или какое-то еще. Либо приобрести цифровую приставку для цифрового эфирного телевидения. Ну, либо подключиться к кабельному телевидению, предположим, что намного проще. Очень часто именно на фоне вот этого непонимания людей активизируются мошенники. То есть они понимают, что человек до конца не разобрался в ситуации, чего-то не знает, и на этом можно сыграть. Недобросовестные люди как могут воспользоваться этой ситуацией? Ну, я слышал о таких историях, когда какие-то недобросовестные люди начинают пугать людей, которые не совсем разбираются в теме, что вот, срочно покупайте какое-то оборудование, желательно прямо у нас, потому что у вас завтра аналоговое телевидение перестанет показывать. Еще раз хочется сказать, да, что если вы подключены к кабельному телевидению, к спутниковому телевидению, и вам пытаются вот это вот рассказать, что вам срочно нужно что-то приобрести, скорее всего, это мошенники. То есть ни в коем случае не нужно в это верить. И еще раз хочу напомнить, что эта тема никак не касается абонентов кабельного телевидения компании Уфаны. Никаких дополнительных трат, покупок оборудования не потребуется. Поэтому можете быть спокойны. Спасибо, Андрей, за информацию, которую вы нам рассказали. И надеюсь, что теперь наших телезрителей, и в том числе абонентов кабельной сети Уфанет, никто в заблуждение не введет больше. Спасибо.